СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Ребята сегодня у нас такие светлые в гостях, сейчас мы их будем представлять, но у нас сегодня такой насыщенный эфир, очень мы про музыку сегодня поговорили и про весеннее благоустройство, уборку нашего города, а теперь мы в спорт. Да, в спорт. Прекрасно знаем аббревиатуру ММА, собственно это английская аббревиатура, можно посмотреть как она переводится, смешанное боевое искусство и этот вид спорта в нашем городе активно развивается, проходят чемпионаты, есть федерация ММА Кировской области. Вот Егора Братухина как раз хочу представить, это исполнительный директор федерации ММА Кировской области, добрый день Егор. Здравствуйте. Роберт Гасымов, добрый день, сейчас каждый из ребят сам представится, расскажет о себе. Абубакр Раджабов, добрый день, и Тимур Гулямов. Здравствуйте. Великолепная четверка и вратарь. Великолепная четверка. Да, ребята, у нас, наверное, видно, так сказать, камеру, кто будет смотреть или смотрит. Видеозапись потом. Очень приятно посмотреть, сразу чувствуешь себя так, ну как это. Приосадился. Да, хочется поправиться. Да. Ну, сегодня у нас группа наших борцов, бойцов, скажем так, да, ММА. Я хотел бы первый вопрос сразу Югуру Братухину задать. Собственно, как ММА представлено в настоящее время в нашем городе, сколько ребят этим занимаются, какие турниры проходят, в общем. И когда вообще подъем начался ММА в Кировской области? Да, такой ликбез такой, давайте проведем. Ну, примерно уже в течение пяти лет мы развиваем федерацию, то есть вначале были... А что было в основе? Самый первый турнир у нас проходил в спорткомплексе «Прогресс». Еще тогда это было практически никому неизвестно, что это, к чему. Просто все знали, что такое ММА, но никто толком это не видел. То есть видели только по телевизору. Что такое ММА? Делай все, что хочешь, соперник. Нет, ММА это, во-первых, в первую очередь вид спорта. Это не бои без правил, как многие об этом думают. То есть ММА сейчас он в реестре спортивных, ну как сказать, не программ, а скорее всего. Ну, он в реестре официальных видов спорта. Официальных видов спорта, да, спасибо. Это в первую очередь, потому что ошибочно, еще раз повторюсь, многие считают это бои без правил, но это совершенно другое. Здесь есть правила, здесь есть все четко, ясно и понятно. Ну, соответственно, начали развивать ММА с малого. И сейчас уже у нас точное количество, я не могу сказать какое, но очень много людей, ребят, да и несколько девушек даже, занимаются ММА. То есть в различных клубах, не только там, в каких-то специализированных. Поэтому мы стараемся по соревнованиям. Проводятся и городские соревнования, и областные. А межрегионального уровня? Межрегионального. То есть проходил округ у нас в Кирове в 2015 году. Приволжский? Да. Приволжский федеральный. А что значит финал? Финал области. То есть ребята выходят в турнирная сетка, если кто выходит в финал, те... Ну, то есть и турнир, и финал у нас было в Кирове в области, да? Конечно, у нас был турнир и с грандиозными финалами. У нас много чемпионов. То есть по весовым чемпионам? Да, есть Роберт, допустим, есть Тимур, есть Абубакр. То есть все тут сидящие чемпионы? Ну, в разных весовых категориях. А еще раз-то сам поправь сразу, Володя. Вы-то с чемпионами? Да, да. Оказывается, не просто так. Нет, я тут до эфира просто ребятам сказал, чтобы как-то поближе быть спортом. Я говорю, волейболом занимался. Это вот сказал скромно. Хоть какое-то отношение имело к спорту, да. Ну, а вот Володя вначале сказал, что ММА это вот такой... Многие думают, что жестокий такой вид спорта. Ну, это, мне кажется, предрассудки. Ну, по статистике, в принципе, футбол даже более травматичный, чем ММА. Ну, вот мне-то иногда кажется, я когда смотрю, я правда по телевизору смотрю, ну, редко очень, не знаю, один или два раза смотрел как бы вживую. Ну, очень красивый вид спорта. Мужской вид спорта. Да, очень красивый. Вы сказали, что девушки тоже, конечно. И самое-то интересное, что вот они ничего не говорят, но своими действиями показывают, что такое быть мужчиной по-настоящему. Потому что вот я, честно говоря, ни разу не видел, чтобы бойцы ММА там пинали своего или там били своего соперника, который, ну, практически уже, ну, как бы находится близко к отключке там, да. То есть, чтобы его вот в этот момент, когда он беззащитен там, бил. Ну, вот мне кажется, судья останавливает, и бойцы не очень стремятся добивать там уже. Ну, это в первую очередь взаимное уважение. Вот видите, вот, то есть, есть ценности, которые вы... Ну, да, воспитывая ответственность. Ну, раз уж вы затронули, да, затронули. А вот поясните, где предел, когда все, контакт с соперником надо останавливать? Это есть рефери. Рефери, да? Конечно. Это рефери решает. Ну, и, соответственно, еще раз повторюсь, что это взаимное уважение. Когда ты понимаешь то, что уже ты выигрываешь, ты не будешь до конца делать там либо болевой прием, либо удушающий, либо там бить его по голове. Когда он уже... Да, да, когда он беззащитный, то есть, ну, это же все равно, это воспитание, в первую очередь, это дисциплина, это самообразование какое-то, наверное. То есть, это внутреннее состояние бойца, как бы, который... Я считаю, даже не только бойца, а мужчины. То есть, это должно быть в каждом мужчине. То есть, каждый мужчина должен именно так себя вести. Давайте переходить к чемпионам нашим. К чемпионам Роберт Гасымов, действующий борец, боец, ММА. Роберт, самый короткий поединок на ринге у вас? Когда вы победили? 13 секунд. 13 секунд? Да. Это зарядил в репу и все. Я больше стараюсь делать акцент на борьбу. Ну, там на удушающий поймал быстро. Ну, то есть, у тебя, ты борец еще ко всем прочим, и ты занимался раньше каким-то? Да, я борьбой у меня. Какой? Основа борьба. Основа борьба. А, классика, да. С 9 лет я занимался. 94? Да, начинал там, 64. Потом школа высшего спортивного мастерства. Сейчас, в данный момент, вес дюшори числюсь. Вот тренер Герасимов у меня. ММА меня больше, как бы, даже заинтересовал после того, как, ну, федерация сама появилась в Кирове. 5 лет назад, да, Егор? Да, 5 лет назад, вот. И у меня друг, Женя Высотин, у него папа, как бы, эту федерацию создал, изначально начал создавать, вот, и начал тренировать. Ну, и, конечно, как бы, общие знакомые, мы стали заинтересовываться этим, по телевизору видели тоже это все. Начали ходить к нему тренироваться. В итоге тоже, вот, на первых соревнованиях, как раз Егор говорил, то, что были в прогрессе, мы уже там участвовали на этих соревнованиях. Вот, и потом как-то это все пошло, пошло, стали заниматься, потом я в армию еще ходил, там тоже в дальнейшем мне это помогло, я попал. Ну-ка, ну-ка, здесь поподробнее, как это в армию помогло? В армии мне помогло в том плане, как бы, у меня вообще борьба изначально была, до этого я занимался борьбой. Потом начал заниматься смешанными боевыми единоборствами, как бы, там, руки, ноги тоже подключать начал. Ну, я так думаю, в армии Роберт дедушкам дал сразу понять, что с ним водится. Я тоже так думаю, да. Я стараюсь больше объяснять, нежели там как-то... Переходить уже на физический контакт, да? Да, на физический, вот, как бы, меня тренер этому приучил, родители. Вот, в армии я уже начал заниматься, попал в сборную армейским рукопашным боем, довольно очень успешно выступал, на многие соревнования ездил, там, международные, и бился внутри полка и внутри дивизии, ездил на чемпионат ВДВ, на чемпионат вооруженных сил. О, кстати, войска-то какие были? Воздушно-десантные войска, да. Понятно. Можно было не спрашивать, да. Второе августа. Слушай, ну, а сколько надо времени, чтобы тебя вывести, вот, из терпения? Вот, ну, ты говоришь, что я пытаюсь объяснить. Вот, ну, сколько раз ты готов объяснить, как бы, вот... Или это зависит от того, кто перед тобой, как бы? Ну, у меня хотя кровь горячая, но я очень спокойный. Меня могут вывести только близкие мои люди, вот, потому что они, наверное, умеют это делать. Знают какие-то нити, да, какие-то подходы особенные. Да, нити языки подтянуть. А так, я спокойный, меня все знают очень такого спокойного парня. Ну, это признак, как бы, мудрости. А что про кровь, как бы, вот? Ты что-то про горячую кровь сказал, да? У нас же передача-то «Союз нерушимый». Да, межнациональная. Ну, у меня отец живет в Азербайджане, вот. Вот, как бы, я, как сказать... В гости к нему ездишь? Да, в гости, да. Наполовину, да? Да, у меня дедушка иранец, бабушка азербайджанка. Мама у меня русская, вот. Отец приехал сюда, давно-давно еще, в 90-е годы. Как бы, встретил у меня маму. Они начали вместе там, ну, встречаться. Ну, семью. Да, семью построили, как бы, вместе жили, довольный период жизни. Вот, потом, ну, по каким-то причинам пришлось уехать отсюда. Ну, мы потом с ним увиделись, я его сам нашел спустя 15 лет, на самом деле. Да, ладно. Да, вот. То есть, все-таки была тяга, да? Да. Ну, это у меня друзья больше, вот, мои как раз кавказские друзья, с горячего Дагестана мне, как сказать, сказали это сделать. И я нашел своего папу, вот, мы с ним сейчас общаемся, поддерживаем связь. Вот, и здесь у него друзей тоже достаточно много, как бы. Ты сколько раз в Азербайджане был? Я два раза был уже там, да. За последние 4-5 лет? Да, да, да. Вот, сейчас тоже летом собираюсь ехать уже. Правильно, отдыхать-то сейчас надо. Да, там, ну, прекрасно, очень красиво. А тяга к спорту, Роберт, откуда она изначально? Вот, просто привели в борьбу или самому хотелось? Она с детства у меня. Я не знаю, как родился, прям, у меня энергии много всегда было. Вот, и постоянно, ну, я в детстве вообще, как бы, такой немножко проблематичный ребенок был. Постоянно дрался, вот, плохо себя вел. А потом, когда пошел в спорт, начал заниматься серьезно, я стал очень дисциплинированным. И уже все это на задний план ушло, и очень спокойным стал. Потому что, ну, видимо, уверенность в себе, когда появляется у человека, он становится более таким спокойным, рассудительным. Вот, у меня, как бы, много мне спорта дал, на самом деле. А силовая, когда подготовка началась? Железо просто, я смотрю на рельефы. Силовая подготовка у меня началась, как раз где-то после, в 9 лет, получается, пошел борьбой заниматься. После этого я двух тренеров поменял, и потом вот третий тренер у меня был, Анатолий Степанович Кузьминых. Вот, мы уже с ним начали железом заниматься. С первого, я там помню свое упражнение, это гирями начал заниматься, ходить. Как бы, это вообще со стороны было очень так смешно, но я верил в себя, стремился. И тренер меня, как бы, очень так усердно тренировал, даже не в плане, там, каком-то, вот, именно борьбы. Он меня именно и в плане, там, каких-то, ну, какого-то общения вообще. Морально, какая-то еще духовная составляющая. Тренировал, вот, много мне дал. Потому что любой силой нужно пользоваться аккуратно, да? Ну, вот он правильно сказал, нужно ли иногда, как бы, да, нужно ли силой-то пользоваться? Может быть, достаточно словом, да. Ну, что, тогда... Нет, я бы хочется еще, Роберт, спросить, звания какие-то действующие, вот, что выигрывали, какие турниры? Вот, последнее, вот, как раз мы выиграли... Чемпион Кировской области? Да, чемпионат Кировской области по ММА. В своей весовой категории? Да, в прошлом году... Сколько у тебя? Какая категория у тебя? У меня 84 категория. Отлично. Ну, как бы, нормально себя чувствую в ней. Вот, а так, мастер спорта по греко-римской борьбе. Мастер спорта. Да, кандидат в мастера спорта по ММА. Вот, ну, там, дальнейшее уже, там, впереди все. Я думаю, мастером стану. Сколько тебе лет? Мне 23. 23. Конечно, все. В перспективе и российский уровень, и международный уровень, да, есть такие планы? Дай бог, как бы, просто уже возраст такой, то, что надо, как бы, ну, и себя тоже содержать. Если, как бы, будет возможность какого-то спонсирования, конечно, будем показывать результат, потому что, как бы, я в этом уверен. Результат там уже и спонсора можно не... Ну, да, согласен я с вами. Егор, исполнительный директор Федерации ММА, напомню, вообще, вот, в целом у нас перспективные ребята, которые занимаются... Вполне. ...смешанными. Вполне. Да? Вполне. То есть, могут на более высокий уровень выходить. Даже на уровне по Волжье, в принципе, я считаю, что мы вполне конкурентоспособны. Даже по России. Все дело лишь в желании заниматься и выигрывать. Просто некоторые иногда бывают первое, там, второе, третье соревнования, они проигрывают. И после этого они такие, ну, все, я больше не буду заниматься. Надо идти к цели. Если есть цель, если есть желание, это в первую очередь важно. Насколько важны деньги? Не могу не спросить. Я тоже хотел. Я не скажу, что они на первом месте, но и не на последнем. То есть, в любом случае, подготовка спортсмена, это спортивное питание, это тренера, это какие-то там, допустим, бассейн, предположим. Это все равно, никто этого бесплатно не дает. И поэтому, ну, они не на последнем, но и не на первом, еще раз повторюсь. Ну, они важны. Что-то среднее. А в турнирах какой-то призовой фонд есть у нас в Кирове? Или просто за титул эта борьба? Если это профессиональные поединки, то там, да, есть какие-то... Ну, вот на чемпионате Кировской области был приз? Именно на чемпионате не было. Не было. Были именно вот в феврале, когда соревнования, уже когда были соревнования, профессиональные бои, тогда, да, там уже были призовой фонд был. Но на области этого, к сожалению, пока что нет. Финансирование, к сожалению, у нас федерация очень скудная. Ну, то есть тут надо, в общем, получается, все равно надо со спонсорами работать. Да, тут либо спонсоров, потому что, ну, область и город не выделяют тех средств, на которые мы хотя бы рассчитывали. Ладно. Хотелось бы сказать, но не будем на политику переходить. Да. Согласен с вами. Кстати, у меня внезапный вопрос. Вы между собой на ринге встречались? Нет. Не было? Не было. Хорошо, давайте к Тимуру перейдем. Тимур, пожалуйста, к микрофону. Тимур Гулямов, тоже боец ММА. У вас тоже иранские корни, вы сказали, да, до начала программы. Так, ну, с чего хотелось начать? Ну, собственно, по примеру Роберта, да, как вы пришли в этот спорт? Ну, у любого, получается, такого пути корни в детстве. В детстве, как и Роберт, я заметил, что энергии просто неимоверное количество, и у энергии самый простой выход – это негативный. То есть, достаточно сложно в позитивное русло направить свою энергию, допустим, в какое-то творчество, или часами рисовать, или петь стихи. То есть, проще всего… Или землю копать лопатой. Ну, да, был огород 15-20 соток, меня туда родственники отправляли копать, но после того, как я копал этот огород, всё равно хотелось там с кем-то подуреть, попрыгать с высоты в воду, с кем-то подраться. Кто-то получал, от кого-то получал. А потом мои друзья начали… Я, получается, родился в деревне. Мои друзья ходили в Новятск на борьбу греко-римскую, на классическую борьбу. Тоже, значит, начался. Это тоже подразделение. Дюж-4, кстати, в Новятске, наверное, да. Да, то есть, я начал ходить туда, там же я пересёкся, ну, я начал заниматься борьбой. Разумеется, ты начинаешь заниматься борьбой, и первое время ты думаешь, что борьба – это всё самое лучшее, как и боксеры, когда начинают заниматься боксом. Они думают, что бокс – это всё самое крутое. А потом соседняя секция – это были боксеры. У нас там игра есть такая мультиформатная регби. То есть, вам дают мяч, и вы друг у друга отобираете, гоните его до какой-то базы. И я там понял, что если отобираешь мяч у боксера, то от него что-то может прилететь. И боксеры тоже понимали, что если он мяч от тебя отоберёт, то он может куда-то полететь. То есть, там я увидел то, что помимо борцовской дисциплины, есть ещё эффективная дисциплина – это бокс. А, кстати, если и боксёра, и борца на ринг вывести против друг друга, кто победит? Или это нелепый вопрос? Всё зависит от уровня. И знаете, я сторонник чего? То есть, важно не совсем стиль, а носитель этого стиля. Потому что человек, исходя из своей внутренней психологии, настроя, способен на разные вещи. Поэтому мне, когда я вижу человека, допустим, я ещё тренировством занимаюсь, и я смотрю на ребят, ребята могут заниматься разным количеством даже лет в единоборствах, но парень может прийти, к примеру, в 30 лет, и через полгода или через год уже добиться каких-то даже спортивных результатов, просто потому что у него он очень сильно психологически, ментально сфокусирован на результате. А есть ребята, кто занимается годами, они на результате не сфокусированы. То есть, всё делал во внутренней психологии. Ну вот, получается, потом я из Новятска, из деревни, из Новятска переехал в Киров, ну, потому что оно поступило в техникум. В Кирове уже был рукопашный бой, получается, в Новятске его не было, в Кирове был. А это где? Мы занимались, я даже не смогу назвать это место, там условно, как я столкнулся с этим, с рукопашным боем, он был... Как это, частная секция? Это была частная секция, там человек преподавал, я даже фамилию его не помню, потому что там совсем юные были, а там был полуподвальный зал а-ля бомбоубежище. Мы туда спускались, он нас тренировал, он наставлял, он давал нам тоже какие-то моральные ценности, объяснял то, что на улице драться нельзя, объяснял то, что мужчина в Обязаловку, он должен быть сильным, и, во-первых, должен быть несгибаемый характер и спокойствие, потому что... Хороший мужчина попался, да. Во-первых, конфликты начинаются за счет какой-то эмоциональной нестабильности, то есть человек с тобой конфликтует и пытается надавить на то, чтобы ты начал на него кричать в ответ или переходить на личности. Ну и потом, получается, через рукопашный бой, мне стало интересовать это гораздо глубже, и получается то, что увидел, что есть такое еще смешанное боевое единоборство, которое сфокусировано не только на элементах стойки, потому что в рукопашном бое это работа в стойке, перевод в партер, потом поднимает очень быстро вверх. А в миксе можно начинать бой от начала и до конца. Если брать какое-то понимание именно мужское, когда начинается схватка спортивная, то когда вы упали вниз, внизу хочется еще соперничать. То есть тебя урнили или ты кого-то урнил, хочется продолжать схватку. Я как раз обратил внимание, что в миксе не останавливают схватку до тех пор, пока победитель именно в прямом смысле слова за явным преимуществом не победил. То есть мне вот это понравилось, я начал вот этим заниматься, и таким образом я пришел в смешанное боевое единоборство. К слову говоря, не так давно в Федерацию ММА меня приняли как одного функционера, стал спортивно-техническим руководителем Федерации. Чуть-чуть помогаю там посильным образом Егору и команде, которая существует там. Титулы существующие? Титулы также получаются с недавних времен. Кандидат мастера спорта по ММА и синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. Если надо, могу рассказать об этом. Не надо об этом рассказать, лучше бы станцуешь как-нибудь. Любопытно бы, конечно, посмотреть. Покажешь, да, это посмотреть всегда, рассказывать это, посмотреть это всегда. Это, правда, не совсем танец, это капуэра может быть больше танец, да. Хотя это, в нем тоже есть элементы, прям, которые можно оттуда взять. Кстати, бойцы ММА из капуэра некоторые элементы для себя берут. У меня, допустим, друг преподает капуэр. Очень интересная вещь. Бразильское джиу-джитсу — это борьба в партере, в кимоно. И там фокусировка на то, чтобы победить именно досрочно. То есть либо выполнить удушающий, либо болевой прием. Допустим, на Западе бразильское джиу-джитсу — одно из базовых вид единоборства для того, кто готовится выступать по ММА. Стивен Сигал джиу-джитсу? Айкидо. А, айкидо. Простите, я что-то вспоминаю. Ну, а подожди, а в какой деревне ты родился? Деревня Шутовщина, на Авиатский район. А, ну, понятно. Понятно. А почему ты говорил, что у тебя вот тоже иранские крови там? Откуда вообще? Ну, отец, получается, он у нас по паспорту узбек из Узбекистана. То есть он мне рассказывал о том, что есть определенные корни. Он здесь живет с вами? Нет, нет, нет. Ну, он жив-здоров, все с ним хорошо. Он живет в Сочи. А там еще лучше. У него все более чем хорошо. Мы так же, как Роберт со своим отцом, мы поддерживаем связь. Родители у нас, получается, в разводе. Но с ним, получается, в более зрелом возрасте мы наладили дружеские отношения. Так, ну, а все-таки не остановимся на этом. Так, почему иранский такой узбек, а у него кто-то там? Ну, вот какую историю он мне рассказал. Там, допустим, в Самарканде есть такие районы, где есть, грубо говоря, иранцы, у которых в приоритете не перемешиваются с другими нациями. Грубо говоря, целые райончики. И он рассказал, что он, проще говоря, оттуда. Ну, и тогда было время условно Советского Союза, где можно было куда угодно и как угодно выезжать. Строительные отряды. И таким образом он оказался здесь. У меня мать работала в Доме культуры библиотекарем. Он увидел, что русские женщины очень красивые. И таким образом семья завязалась. У меня три старших сестры, я четвертый. Такая большая семья с большой историей. Красивая сестер. Кто спорит, сейчас вообще весна, апреля, опасно выходить на улицу. Можно засмотреться и упасть, не знаю, в открытый люк. Жениться еще один раз. Наша земля вятская какая, богатая. Видишь, сколько тут, понимаешь, талантливых людей. Нам пора сделать небольшую рекламную паузу. Середина часа, мы скоро продолжим. СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Спортивный СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ ММА объединяет со знаком восклицания участия в смешанных боях искусствах спортсменов, представителей разных национальностей. И сегодня у нас в гостях Егор Братухин, исполнитель директора федерации ММА Кировской области. И, кстати, я хочу, чтобы мы все его поздравили. У него сегодня день рождения. Признался таки. Признался таки, что вот у нас все-таки еще и не просто там праздник пятница, да? У нас еще и сегодня персональный праздник. Егор, Егор, мы тебя все от всей души поздравляем. Желаем тебе и федерации много-много успехов, чтобы спонсоров там было не отбиться и денег, и спортсменов, и чемпионы России, и мира, и кого хотите. Спасибо. Чтобы все у вас было. Роберт Гасымов, значит, мастер спорта по греко-римской борьбе, кандидат мастера спорта по ММА, чемпион Кировской области, спортсмен, желающий достичь больших успехов, как и все остальные. Егор Братухин, Тимур Гулямов, боец ММА, значит, тоже у нас чемпион Кировской области, и тоже кандидат мастера спорта по ММА, и тоже, я думаю, что перспективный, поднимет знамя Кировской области на каком-нибудь супер мировом профессиональном турнире. И Абубак Раджабов, и сейчас мы перейдем к нему, тоже боец ММА, тоже, я думаю, что чемпион Кировской области. Чемпион? Нет, Кировской области нет. Не успел? Не получалось выигрывать, да. А чемпион чего? Ну, я победитель Кубка России по Ушу Саньда. Еще раз? Ушу Саньда. Ушу Саньда. Также серебряный призер чемпионата России, победитель привозка федерального округа по панкратиону. Это что такое? Я вообще не знаю. Призер округа по ММА. То есть, ну, финалист. Вот так скромно на своих заслугах, да? Победитель Черноморского флота по армейскому рукопашному бою, среди химвойск, тоже чемпион по армейскому. Это во время службы, видимо. Да, это все во время службы. А спортивное у тебя есть, как бы, звание? Ну, по всем, по этим видам спорта, по которым я выступал, я кандидат. Кандидат, КМС везде, да? Один раз мы посылали документы на присвоение мастера спорта, но мы не так и не пришли. То есть, ни отказ, ни... А связаться, спросить, а где мы, собственно, посылали? Ну, мы пытались связаться. Скорее всего, были документы затерянные. И срок уже вышел этих соревнований, поэтому... То есть, нужно еще побеждать и снова заявляться. Да, конечно. Снова заявляться. А снова? С чего начинали? Начал я с Ушу Санжи, да. В каком возрасте? В возрасте 13 лет. Здесь? Нет, в Налинске, в Киргизской области. А ты родился в Налинске? Нет, я родился в городе Нурек, в республике Таджикистан. Отец у меня таджик, мама наполовину узбичка, наполовину киргизка. Также у отца... Замысловатый, да. Тоже иранские корни. Короче говоря, у нас здесь трое. Какого, Егор, ты сегодня привел? Ну что, значит... 13 лет Ушу и дальше. А в Налинске как ты оказался? Ну, переехали жить... Родители? Да, родители. Мы вместе с семьей сначала жили в Москве, потом переехали в город Налинск. Там жил старший брат моей матери. Там мы обосновались, в принципе. Все один в семье? Нет, я четвертый ребенок. Старший брат и две сестры. Старший брат и две сестры. И прямо в Налинске была возможность заняться Ушу? Да, была возможность заняться. То есть он единственный был тренер по единоборствам, который, причем, на хорошем уровне тренировал. То есть не было ни борьбы, ни бокса? Нет, ничего не было. В Налинске только горные лужи, потом легкая атлетика и вот Ушу Саньда была. Но параллельно мы выступали и по рукопашному бою, и по армейскому рукопашному бою, в дальнейшем кикбоксингу, грэплингу, панкратиону. Ну, то есть много лет спотов. Панкратион – это то же самое ММА, только без добиваний. То есть добивать в партере нельзя. Но практически все то же самое. На борьбу в партере отдается большое количество времени. Мы пытались перейти на этот вид спорта, но не получилось. И попыток больше не были? Нет, на чемпионат России я не поехал, так как мы решили, что не будем дальше продолжать выступать по панкратиону и все. Ну, тем более ММА теперь у тебя? Да, тем более ММА. Ну, ММА сразу привлекло мой взгляд, взгляд моего тренера. Сколько уже в ММА именно? Ну, с первого турнира. На первом турнире я уже выступал здесь. Тоже пять лет получается. Да, то есть я с самого первого турнира. Правда, всегда заканчивалось для меня плачевно. Я проигрывал. Единственный турнир в области, который я выиграл по ММА, это была битва на Вятке, когда приезжал Монсон, Джефф Монсон. Вот тот турнир я выиграл. А остальные в области я всегда проигрывал. Ну, так получалось. Моя основная, конечно, тактика работает ударной техникой, поэтому много борцов в меня брали. Если борцу ты попался, то ты удушающий прием. В дальнейшем я стал просто этот аспект подтягивать, стараться не давать себя забороть и работать так же в своем стиле, в стойке. А, кстати, я вспомнил, как-то у меня есть товарищ, он занимался борьбой как-то много лет назад. Что-то мы с ним разговаривали, я говорю, ну вот то, что вас спрашивало, да, кто победит, там, борец победит боксера, ну или человека, владеющего, да, там, техникой боя, руками, ногами. Он сказал, конечно, боец, я говорю, да нет, я тебя на подходе еще восстановлю. И тут он как-то извернулся и положил меня на землю, и все, и все, борец победил. Ну, это так. Ну, конечно, мне кажется, что все-таки, как и Тимур говорил, да, все зависит от степени мастерства определенного человека, да. То есть кто-то может использовать руки так грамотно, что его и не забороть. И также борец сможет так грамотно защищаться от ударов, что может прийти и соперник, и ударник очень легко. Планы участвовать дальше, там, выходить на более какие-то высокие уровни? Конечно. Турниры. Ну, я так-то не особо люблю говорить о своих планах на будущее. Буду стараться выступать дальше. Конечно, хочется больше профессиональных поединков. Вот я один провел 25 февраля, одержал победу, 11 мая тоже буду участвовать. Тоже в Кирове будет? Да, тоже в Кирове будет, надеюсь, что все для меня пройдет хорошо. А в Кирове-то вы, вот сейчас-то вы в Кирове живете и занимаетесь? Да, сейчас я в Кирове живу уже около двух лет. А, семья там? Нет, семья, ну, родители живут со мной, точнее я с ними. Ага, здесь, в Кирове. Да. Брат женился, сестры замуж вышли. Ну, конечно, у них куча детей. Они все... И сколько лет? Мне 25. Не женаты? Нет, пока рано. Пока спорт? Пока спорт, да. Пока спорт. А как, вот, Егор, хочу спросить, исполнительного директора, как, не знаю, вы участвуете в турнирах, которые за пределами Кировской области проходят? Вот становится известно, что будет проходить какой-то турнир по ММА. Как туда можно попасть? Ну, давайте я немножечко прорекламирую. Как система работает? 11 мая у нас будет турнир в Гауди. Что Роберт, что Абубакр будут там выступать уже по профессиональным правилам. Я думаю, сейчас они готовятся. То есть это официальные, зарегистрированные спортивные мероприятия? Да, да, это мероприятие. Вот первое у нас было в феврале месяце, сейчас у нас будет 11 мая. А что значит по профессиональным правилам? Немножечко отличаются правила, то есть там меньше защитные экипировки, более длительные раунды. То есть там, если у любителей это 2 раунда по 5 минут, у профессионалов это 3 раунда по 5 минут. То есть пожестче так вот? Да, немножечко пожестче, да, то есть ну и немножечко поинтереснее для зрителя. Ну и соответственно это уже будут рейтинговые бои, которые не только там по России, а уже по всему миру заноситься будут на сайты. То есть и любой желающий может посмотреть профессиональный рекорд, что Абубакра, что Роберта. Ну вот мы стараемся в принципе развивать это. Собираем, ну, конечно, все, наверное, площадки, на которых были у нас соревнования полностью, они битком забиты. Ну мы стараемся как-то развивать. Ну и ответить Владимиру, да, мы стараемся бойцов, будем стараться под минимум выдвигать на какие-то более масштабные турниры. И за Кировскую область, и даже за округ, наверное, то есть на всероссийские. А само по себе выдвижение бойца на турниры, оно требует каких-то средств? Все требует средств. Взнос нужен какой-то? Все везде требует средств. Давайте, ну, мы в 21 веке живем, будем скромничать, все требует средств. Любые спортивные, даже мероприятия, они требуют какой-то финансовой составляющей. Взнос какой-то и что-то такое. Да, конечно. И большие это суммы вообще, Егор? Ну я не буду озвучивать. Из политических соображений. Ясно. Спонсорам это не тяжело будет? Спонсорам? Ну, смотря каким. Нет, бывают крупные компании, да, к которым обращаешься, ну не то, что за помощью, а присылаешь им коммерческое предложение, мы же не требуем с них денег. Мы им предоставляем рекламу. Да, рекламировать, чтобы им рекламировать. Да. Организацию. Большинство отказываются. Бывают вот компании, на которых вообще не рассчитываешь, а они прям вот, они фанаты бывают, да, в компании там директора, там какие-то исполнительные директора, они помогают, да, сами по себе, не от компании. Ну, кто ведь чем, кому-то интересен футбол, кому-то там ММА, кому-то водное поло. Вот Володя волейбол, наверное. Ну, это ведь главный спорт. Вот, ну, пока что, пока что планы, конечно, грандиозные, но стараемся осуществлять их потихонечку-помалечку. Сотрудничество с федерациями других регионов? Конечно. Оно есть? В чем заключается? В обмен опытом, как минимум. Обмен опытом, обмен бойцами, то есть на турнире 25 февраля, по-моему, да, у нас был, с Ежко-Рлы были, с Нижнего Новгорода соперники нашим кировским бойцам. Вот на 11 мая тоже пока что, пока что буду держать в секрете, но планируются тоже привозы бойцов из других регионов. Как настраиваетесь на бой? Так, несколько слов. Роберт. Как настраиваются? Как настроиться на бой? Идете в кафе, покупаете кальян. Я не курю кальян. Как настраиваюсь? Тренируюсь больше соперника. Вот так настраиваюсь. Знаю то, что... Ну, может, это секрет, Володя, ты спрашиваешь. Нет, я имею в виду, может, как-то вот... Что внутри нужно, какое зерно нужно, как себя морально... Спокойствие, концентрация. Спокойствие, да. Знание того, что ты на тренировке, там, дома, все делаешь как надо. Ну, смотрите, вот сейчас будет у вас три раунда. Это ведь значительно больше. Это будет требовать значительно больше выносливости от вас. И причем, как правило, вроде как и в начале нельзя, чтобы тебя побили, и в конце нужно, наверное, самое ответственное. Как бы, да? Нет, ну, я это все прекрасно понимаю. Вот, как бы, я буду готовиться под бойца. Мы, как бы, все равно знаем, с кем мы будем драться. Это профессиональное... Один бой будет, да? Один бой будет, да. Я, как бы, все буду рассчитывать, конечно, высчитывать. Там помощь тренера еще будет, естественно. Я думаю, помощь тренера и мои усилия... Ну, там во время поединка тренеру можно подсказывать, да? Ну, конечно, конечно, может. А кто у тебя тренер? У меня... Кто подсказывает, кто секундант у тебя, или как оно там называется? Ну, секундант у меня в основном, вот, Абубакар, да, или мой друг, у меня есть тоже, он занимался рукопашным боем, Ниджат, его зовут. А так, тренер, ну, у меня как такового тренера, в принципе, нет. У меня, я занимаюсь и боксом, и борьбой, и ударной техникой у разных тренеров. Ну, понятно. Чего нужно, идешь к специалисту и спрашиваешь. Больше всего мне подсказывает Александр Высокин, он вице-президент Федерации ММА. Вот, как бы, у него в зале я больше и тренируюсь, и сам тренирую там, вот, ребят. У нас подходит, да, к завершению нашей беседы, можно было еще продолжать, много вопросов, да, конечно. Пожелаем успехов и удачи, и будем, будем надеяться, что вам всем поможет вятская земля, и ваши корни, и азербайджанские, и иранские, и таджикские, и узбекские, и киргизские, с учетом того, что вот настолько, как бы, ваши корни широко, как это сказать. Ну, как дерево, да, вот такие ветки. Да, как дерево, раздвинулись, вы так или иначе, 11 мая, мы все будем за вас болеть, я 11 мая. Приходите. Я 11 мая собираюсь прийти, посмотреть за вас. Ну, это, видимо, мероприятие все-таки для взрослых, 18 плюс. Да, конечно, да, 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 и будем за вас болеть, так что давайте, мы за вас, как бы, кулаки тоже будем держать. И, Егор, последний вопрос, вот если кто-то сейчас из наших слушателей так призадумался, а не пойти ли заняться ММИ, куда можно обращаться, Федерация? Можно обратиться через соцсети, есть очень много залов, да. Как называется? У Тимура есть собственный зал, школа боевого духа. Школа боевого духа. Тимур старший тренер, он поможет во всех аспектах, начинает психических, психологических, извиняюсь, заканчивая физическими. И ребята тоже, да? У Абубакра свой зал, Роберт тоже тренирует сейчас, то есть к любому из нас, из них точнее, можно прийти и заняться им. То есть они не просто действующие все ребята, бойцы? Они и тренера, да, они и бойцы, они, Тимура, также представитель Федерации, так что все многофункциональные люди. Спасибо, спортивных вам успехов, конечно же, на этом программа «Свезд нерешимый» завершается, всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ